Всем привет, с вами Маша и магазин Папироска РФ. И сегодня у нас на обзоре набор Svec TC 80 Ватт. Это крутая новинка от компании Vaporesso. Набор состоит из стильного и компактного батарейного блока Svec Mod, а также комплектного атомайзера NRG SE. Боксмод крайне компактный и выполнен по форм-фактору пика, однако его максимальная мощность составляет 80 Ватт. Атомайзер к нему крайне простой по конструктиву, но весьма стильный, но испарители, установленные в него, добавляют свою изюминку. Кстати, в этих испарителях вся соль, но обо всем по порядку. В комплекте поставки вы увидите батарейный блок Svec Mod, крутой и надежный кабель microUSB, бокомайзер NRG SE Tank, запасную колбу из спиркстекла и комплекта рингов, дополнительный испаритель, гарантийную карточку и кое-что еще. А именно, огромную инструкцию, где на поллиста по-русски расписаны все прелести набора. Особенно мне понравилось, что это маленькое волшебное изобретение, самый удивительный бак, который когда-либо производил в Апаресе. И он действительно стильный. Размеры набора в сборе. 107,5 мм на 48 мм на 25 мм. Вес без аккумулятора 109 грамм. Высота мода отдельно 75,5 мм. Вес 64 грамма. Поставляется в черном, оранжевом, синем и стальном цвете. Начнем по порядку. И сперва я расскажу про атомайзер. Расскажу достаточно кратко, потому что, на мой взгляд, он неплох, но из себя не представляет ничего инновационного. Атомайзер NRG SE Tank, как я уже говорила, обладает стильным дизайном и достаточно классическим конструктивом. Сверху располагается 510 дриптип из материала Delrin. Под ним находится заправочная крышка, которая просто сдвигается в сторону для обеспечения удобной заправки. Крышка, к слову сказать, весьма тугая. Может быть, со временем это и пройдет. Но я пользуюсь атомайзером, в отличие от мода, всего несколько дней. Под кольцом заправки располагается пирекс-стекло, за которым располагается испаритель. Мне очень нравится его ребристая форма, из-за которой атомайзер в целом выглядит интереснее. Испарители, на которых работает атомайзер, относятся к современной серии GT. GT2 с сопротивлением 0,4 Ом поставляется в комплекте с устройством. Он представляет собой испаритель с одной спиралью и рассчитан на мощность от 40 до 80 Вт. Еще в комплекте находится испаритель с одной спиралью, но с керамическим фитилем. Называется он GT Cell и имеет сопротивление 0,5 Ом, поэтому рассчитан на мощности от 15 Вт до 40 Вт. Отдельно можно приобрести испарители GT4 с двумя спиралями и сопротивлением 0,15 Ом. Или испаритель GT6 с сопротивлением 0,2 Ом, представляющий собой испаритель с тремя спиралями и рассчитан на мощность от 30 до 100 Вт. Или же можно докупить GT8 с сопротивлением 0,15 Ом, который представляет собой испаритель с четырьмя спиралями и рассчитан на мощность от 40 Вт до 110 Вт. Ну а я буду использовать комплектный испаритель, который был предустановлен ватамайзер и имеет сопротивление 0,4 Ома. Снизу расположено кольцо регулировки обдува, имеющее два стопора, в полностью открытом и полностью закрытом положении. В полностью открытом вы увидите две большие прорези на противоположных сторонах. Теперь, пока испаритель пропитывается, я расскажу о бокс-моде SWEG. Он работает от одного аккумулятора и способен выдавать 80 Вт. А еще, как заявляет производитель, он выполнен по технологии IML. Это такая особая технология покрытия. Очень износостойкая и экологичная. Бокс-мод имеет форму популярного мода Pico. И поэтому для наглядности я решила принести своего старого Pico и наглядно их сравнить. Как видите, по высоте они практически одинаковые, а вот ширина у SWEG чуть больше. И поэтому он способен вместить атомайзеры диаметром до 23 мм. Еще мне кажется, что SWEG более веселый и оригинальный. А Pico на его фоне какой-то солидный. Пин позолоченный и подпружиненный. А вокруг располагается небольшая стальная вставка, созданная, чтобы защитить верхнюю площадку от царапин. Также на верхней площадке расположена крышка аккумуляторного отсека, которая держится на резьбе и имеет насечки для удобного откручивания. Для работы устройства потребуется один аккумулятор формата 18650. Ну а еще, если вы используете сабомные намотки, рекомендуется использовать высокотоковые аккумуляторы. Правильно их устанавливать, а также не использовать аккумуляторы с поврежденной оплеткой. Корпус устройства выполнен из двух материалов. Угловые грани и верхняя площадка выполнены гладкими и глянцевыми. А по бокам имеются шероховатые вставки с узором из квадратиков и гравировкой в аппарас с обеих сторон. На одной из боковых граней расположена спаренная кнопка плюс-минус, работающая по типу качелей. Нажимая в верхней части вы нажимаете плюс, нажимая в нижней соответственно минус. Кнопка заметно утоплена в корпус и поэтому случайно не нажмется. То, что кнопка утоплена, мне понравилось. А вот ее размеры даже для моих лапок показались ну очень маленькими и приноровиться достаточно трудно. На противоположной стороне располагается порт microUSB для обновления прошивки и зарядки. Еще в устройстве реализована быстрая зарядка с возможностью отслеживания процесса. Потому что во время всего процесса на экране будет отображаться уровень зарядки 0%, 20% и так до 100%. А также будет отображаться время до полного заряда. Оставшееся время заряда будет обновляться каждые 10 минут. А экран будет гореть на протяжении всего времени заряда. На передней стороне устройства расположена овальная кнопка Fire, информативный дисплей и кнопка для переключения между режимами. Управление очень удобное и хорошо реализованное. А режимов, как по мне, вполне достаточно. Включается и выключается устройство стандартным образом. Пятикратным нажатием на кнопку Fire. Зато переключение между режимами реализовано очень удобно. Для перехода между ними нужно нажать и немного подержать кнопку, располагающуюся под экраном. При накручивании нового атомайзера на экране появится надпись. Новый ли атомайзер вы накрутили? После чего на экране отобразится вся необходимая информация. Режим, мощность, заряд аккумуляторов, вольтаж аккумулятора и сопротивление спиралей в атомайзере. Следующий режим это термоконтроль. С возможностью задавать нужную температуру для нагрева спиралей. Устройство способно работать со спиралями из никеля, титана, стали, а также имеет два режима TCR. М1 и М2. Следующий режим реализованный в плате это байпас. Режим преднагрева спиралей. Который используется для быстрого разогрева с обомных намоток. Также есть дополнительное меню, в которое можно перейти, зажав Fire и Minus. И в этом меню можно выбрать Varivat, VT Mode, Default, то есть возврат к настройкам по умолчанию, Smart, On-Off, Time Out Screen, то есть настроить время, через которое отключится экран, Brightness, настройка яркости экрана, и Poof Counter, то есть сброс затяжек. Отмечу, что в устройстве реализованы все актуальные защиты. От короткого замыкания, от переразряда, перезаряда, от перегрузки и защита порта microUSB. На нижней части устройства расположены отверстия для вентиляции платы и отвода газов, выполненные в форме цветочка. Ну а итоги таковы. И начнем с минусов. Мне очень не понравилось, что кнопка управления слишком маленькая. А еще мне не понравилось, что в комплекте только обслуживаемые испарители, потому что мне бы хотелось намотать сюда что-то более мощное и что-то более вкусное. Ну а еще мне вспомнился минус, что если вы захотите накрутить сюда другие обслуживаемые атомайзеры, то из-за крышки вы сможете накрутить только атомайзеры диаметром до 23 мм. Ну а по плюсам это развесовка. Комплект очень легкий, и когда вы вставляете аккумулятор, ничто никуда не перевешивает, и мод в руке ощущается очень удобно. Во-вторых, это, конечно же, компактность. Это кейс-стелс-девайс по внешнему виду. В-третьих, это универсальная плата и очень удобная система управления. В-четвертых, это быстрая и удобная зарядка, ну и, конечно, всевозможные защиты. Ну а в целом, типичная для Апареса связка. Для людей, которые не хотят запариваться с намоткой, или для начинающих пользователей. Ссылку на этот товар вы найдете в описании. И там же вы найдете скидочный купон. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой связки. Не забывайте ставить колокольчик, ставить лайки и подписываться на канал. Ну а с вами была Маша, до новых видео! Субтитры подогнал «Симон»!